Светлана Светличная с отвращением вспоминает о Прохоре Шаляпине. При упоминании имени Прохора Шаляпина многим первым делом приходят на ум слова Альфонс «Неравный брак, а лишь потом привет». И не зря. Всё дело в том, что 35-летний артист прославился не столько своим творчеством, сколько любовными похотениями и связаны с возрастными женщинами. Приехав из Болграда в столицу, юный Андрей Захаренко обрел верную подругу и финансовую поддержку в лице Аллы Пеняевой, экс-помощницы Лужкова, поэтессы и члена Союза журналистов. В 2008 году СМИ написали об отношениях Шаляпина с возрастной дамой. К тому времени выпускник фабрики «Звезд» уже начал свою сольную карьеру и крайне нуждался в рекламной поддержке. Поэтому роман 71-летней актрисы Светланы Светличной был ему только на руку. Фото молодого красавца с престарелой звездой, которые появились в прессе, подогревали интерес к артисту, но не к его творчеству, а скорее их союз распался. Тогда никто так и не понял, был ли у них роман или нет. А недавно в одном из интервью Светлана Светличная откровенно и к некоторым отвращениям рассказала об отношениях с Прохором Шаляпином. По словам актрисы, ей до сих пор стыдно за ту ложь, которую с легкой руки Прохора, публика и журналисты приняли за чистую монету. Тогда, во время какого-то мероприятия, они со своим стилистом проживали в отеле Метрополь. И Шаляпин, узнав известную актрису, буквально привязался к ней. Он следовал за Светличной по пятам и пел в дикие рамбы. А ей, как любой женщине, нравилось такое внимание со стороны молодого человека. Он говорил приятные слова, и я была довольна. Что обо мне так говорит молодой человек, признается Светличная. Он очень много знает. То, чего не надо делать и надо делать. Женщине, давайте не будем больше об этом говорить. Слишком много чести, неожиданно решила прекратить обсуждать неприятную тему актрисы. Было видно, что ей ужасно не хочется вспоминать те времена. Но если, как утверждает актриса, между ними ничего не было, то почему спустя 10 лет имя Прохора вызывает в душе актрисы столько негатива? Кстати, сейчас Прохор Шаляпин встречается с бывшей женой Армена Джигарханяна, с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Вскоре после скандала с разводом Джигарханяна, в севец перебрался в ее трехкомнатные апартаменты в центре Москвы. И молодые уже планируют совместного ребенка. Правда, не спешат со свадьбой. Хотя Виталина очень подходит артисту в качестве жены. Умная, богата и симпатична ровно настолько, что женить Прохор на ней, публика по-прежнему будет восхищаться его красотой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова